здравствуйте дорогие друзья подписчики и гости канала в этом видеоролике пойдет речь о гортензии крупнолистной и о тех сортах которые подходят для комнатного выращивания многие спрашивают какие сорта можно посадить чтобы вырастить именно в квартирных условиях и вот на этих сортах в этом видео я хочу остановиться и поподробнее о них рассказать множество сортов объединенных под названием гортензия в большинстве своем предназначены для выращивания под открытым небом но есть среди них и те что подходят для комнатного цветоводства при домашнем выращивании используют гортензию крупнолистную который селекционеры используют при создании новых гибридов и сортов этого эффектного растения гортензии которые подходят для комнатного выращивания они наиболее компактные невысокие цветовая гамма гортензии многообразно к тому же окраска цветков зависит от кислотности почвы из-за этого свойства гортензию называют растительным хамелеоном цветочные почки обычной крупнолистной гортензии как многие из вас знают образуются на кончиках прошлогодних побегов поэтому обрезку производим только на усохших лишних побегах не трогая верхушки с цветочными почками сейчас выведены новые сорта у которых почки с будущими цветами образуются на побегах и прошлого и нынешнего года и такие гортензии называются ремонтантными один из них такой представитель это романс блю как раз это гортензия которая подходит для выращивания в комнатных условиях кустики у этой гортензии вот такие компактные и можно даже сразу видеть что и листочки тоже очень небольшие и поэтому вот эти сорта романс блю и романс пинг они идеально будут для комнатного выращивания к тому же цветы у них махровые заостренные но такие не совсем обычные для гортензии но ремонтантных сортов не так уж и много в основном конечно это сорта обычные которые цветут на побегах прошлого года и вот на мой взгляд идеальное растение для комнат это сорт тавелит это очень компактный сорт обратите внимание у него совсем не обычные листья вот сейчас у меня стоит достаточно большое количество гортензий и тавелит можно определить по вот таким даже он не цветет кустик но листья у него заостренные зубчатые и имеют совершенно другую форму нежели чем основные сорта крупнолистной гортензии очень компактный сорт и цветы у него тоже необычные они удлиненно заостренные и цветет тавелит поближе картинку и розовыми цветами и лиловыми то есть все зависит от кислотности почвы все мы знаем кто выращивает гортензии а кто не знает что гортензии любят кислую почву и поэтому их обязательно нужно сажать в кислую почву а если у вас нет такой возможности значит при каждом поливе мы должны будем подкислять с вами воду еще в этом году увидела такой новый сорт который называется lemarn это сорта они мало что можно найти в интернете я искала подробные характеристики но к сожалению не нашла но сорт очень красивый розовые цветы посмотрите какие у него зубчатые края у самих цветков и этот сорт тоже подходит для комнатного выращивания потому что он компактный он небольшой вырастает он в комнатах ну наверно до 50 сантиметров вот такие очень приличного качества кустики уже с большим количеством веток уже все проснулась и lemarn он имеет соцветия крупные шарообразные вы представляете до 22 сантиметров диаметре но цветы у него розовые зубчатым краем если вы будете применять например те же квасцы для окраски гортензий то розовый цвет может стать голубым все уже здесь опять-таки зависит от кислотности почвы ну еще дорогие друзья хотела обратить ваше внимание на вот такой необычный сорт который называется триколор он имеет пестрый лист его можно выращивать конечно же как в комнатах так и на улице все эти сорта подходят не только для комнат но и для уличного содержания но я в этом видео акцентирую внимание именно на те сорта которые идеально впишутся ваш интерьер триколор необычный сорт он имеет и цветки совершенно другие щитковидные не шарообразные ну и конечно же окраску самих вот этих листьев листья очень красивые поэтому кто любит пестролистные растения именно чтобы окрас листа был бело-зеленый сорт триколор это сорт идеально который подойдет для вас и вашей коллекции еще рекомендую при наверное скажем так больше домашним выращивание гортензий и тех растений которые любят кислую почву азари и многие выращивают гортензии гордении и другие растения кислолюбивые предлагаю замульчировать грунт ну во первых это будет красиво в декоре смотреться на подоконнике эстетично мульчу из шишек вот так она выглядит очень такая некрупная фракция будет удерживать влагу не так будут пересыхать корневая система не так будет нагреваться горшок возможно и вот эта мульча для из шишек компонент для приготовления субстратов и почвосмеси конечно это мульчу добавляют в грунт для орхидей но я попробовала и мне понравилось его добавить сверху после посадки гортензии красиво смотрится необычно и в то же время особенно сейчас в летний период это будет очень важно чтобы ком у гортензии земляной ком не пересыхал все-таки вот это замульчирование поверхности горшка с вашими растениями тоже будет способствовать не такому быстрому испарению влаги поэтому вот кто хочет может сразу при оформлении заказа на гортензии заказать и данную мульчу и другие препараты дорогие друзья думаю что этот яркий фактурный цветок с крупными шарами соцветий невообразимых оттенков создат создаст в вашем доме и в душе прекрасное настроение приобретайте гортензии есть не только эти сорта но и много сейчас других сортов и до новых встреч